Моя мечта сделать свободы человеческого счастья, потому что такие свободы будут вырабатывать счастье людское. Люди будут выздоравливать, будут чувствовать себя счастливыми, счастливее будут чувствовать и родственники, и близкие, и друзья. Но думаю, что все-таки свой завод счастья я сделаю. И думаю, что несколько заводов таких в Советском Союзе мне удастся построить. Я бы никогда один не мог бы управлять таким огромным хозяйством, которое распространяется до Хабаровска, наверху, наверное, до Санкт-Петербурга, на юге до Краснодара, невозможно. Федоров Фетослав Николаевич – это, конечно, уникальное явление. Это человек, который был и врачом, и ученым, и изобретателем, и политическим деятелем. Он в себе собрал все лучшие качества, которые мог бы человек проявить, и таких больше нет. Он обладал неимоверным обаянием. И он, когда говорил, все люди были захвачены тем, что он говорил, они, стараясь его понять, вникали. Я с большой гордостью, с большой честью всегда говорю о нашем шефе, о Санкт-Петербурге. То, что все филиалы построены в идеальном проекте, в новых больницах я встречаюсь крайне редко. Шеф был созидателем. Он был настолько наблюдательным человеком, у него память была фотографическая. Вот он мог посмотреть в Америке, в Европе, что-то новенькое отметить в конструкции, в больницах, в освещенности, как открываются двери. И все это в проекте, после он все это выдал. Он много работал с проектантами, чтобы сделать филиал. Конечно, в общем-то, это его детище, его идея, прежде всего. И, конечно, идея в этой хирургии, в нашей конвейерной хирургии, которая по сей день, она функциональная. Тут была какая-то простота в общении. И в то же время мы готовы были за ним бежать. У него было столько планов и идей. Мы его поддерживали абсолютно во всем. Он был абсолютно родным человеком. Для всех. Он опережал всех своими мыслями и своими новаторскими идеями. Весь мир уже знал, кто такой Федоров. Приезжали со всех стран мира. Благодаря Свяславу Николаевичу весь мир узнал не только про нашу автономию, я думаю, что и про Россию. Удалось соприкоснуться с выдающимся человеком своего времени, с великим ученым, с самочеловечной личностью. Этот человек в нашей жизни повлиял практически на все. И на профессиональную часть работы, и на личную жизнь, и на общественную жизнь. То есть нет уголков, где не присутствует Владислав Николаевич. Это глыба, это человек, который вдохнул в нас умение мечтать, умение быть сильным, планировать все, ставить задачи и, самое главное, их исполнять. Ему это невозможно без образа и без сил, которые в нас вложил наш великий учитель. Конечно, вспоминая те годы, когда удалось вместе работать, ну, это просто праздник, самый настоящий. Сколько бы раз я не встречалась с Свяславом Николаевичем, меня всегда поражало, всегда восхищало, какой у него острый ум. Сколько идей он выдавал вот за короткую конференцию утреннюю, он столько идей, прям без него это вот как из рога изобилия. Мы поражались все, не только я. Это человек такого таланта, такой высоты. И, ну, вообще, вот такие гении, они раз в сто лет рождаются. Раз в сто лет, которые и как организатор, и как врач, хирург, ну, во всех отношениях, буквально во всех. Я всегда вот вспоминаю его настолько вот добрый, человечный, такой, такой искрометный, такое чувство юмора потрясающее. Итан Слава Николаевича Чёдрова можно по праву назвать великим учетом. Во-первых, он являлся своего рода примером для подражания. Внешним видом, манерой поведения, колоссальной трудоспособностью, любовью к своим больным, моим сотрудникам. Это являлось основой огромного уважения всего коллектива к ним, безговорочным исполнением его указаний. Его ясный ум, конкретные решения, выводы касались буквально всех видов его деятельности. Он не имел чувства превосходства и надленности. Он не стремился к тому, чтобы быть мудрее и умнее по отношению к другим. И этим он был по-своему мудр. В одинаковой манере общался с высшим руководством страны, руководителем любого государства или с обычным рабочим, обычным какого-либо предприятия. Святослав Николаевич сам по себе, когда появился на кафедре, он взбудоражил практически всю нашу кафедру. И вот этот дух рационализаторства, дух какого-то изобретательства, усовершенствования, он просто висел в воздухе. Мы постоянно что-то делали, перетачивали инструменты. Сам процесс был настолько творческий, что заканчивался рабочий день, и все равно все оставались, все старались что-то внести, какую-то лепту свою. Происходил какой-то такой большой творческий подъем. Был Святослав Николаевич таким вот энергетическим человеком, сам с большой энергией. И он эту энергию передавал всем нам, окружающим. Он был не только гениальным ученым, врачом от Бога и так далее. Он еще был очень увлеченный человек. Его хобби их просто невозможно перечислить. Он прекрасно скакал на лошади и летал на вертолете. И любил быструю езду на мотоцикле, на машине. Он вообще любил драйв. Я помню, как он говорил, что такое кайф. Кайф – это состояние хирурга после хорошо сделанной операции. И вот именно этот кайф по жизни ему помогал, он его заряжал, вдохновлял на великие плоды. Федоров всегда брал все новое, лучшее, что в мире. Неважно, изобретено это здесь у нас, им, или это внедрено в мире. Он всегда восхищался какими-то уникальными идеями и технологиями и старался внедрить все у нас. Он сейчас увидел, какие у нас технологии. Он сказал бы свое знаменитое «Сказка фантастики». Потому что мы взяли у него эту идею, взять все лучшее, передовое в мире и внедрять их у себя. Поэтому МНДК – уникальная структура, которая остается на пике мировых технологий с высоким качеством. Федоров создал такую систему, которая имела мировой уровень и еще даже выше. Все, кто знали нашего учителя, помнят, что это был действительно уникальный человек. У него было очень много мудрых мыслей, таких крылатых фраз, которые наверняка вы знаете все. Например, я запомнил очень хорошо такую фразу, как «Я не могу быть счастлив в одиночку». И действительно, это жизненная его философия. То есть он не мог развиваться сам, как ученый, как хирург, развивать свое детище МНДК «Микрохирургия глаз». Ему надо было поделиться этим счастьем созидания, развития со всеми людьми, со всей страной, с Россией. Мы продолжаем следовать его заветам. Мы работаем вместе со всеми ради блага каждого, для того, чтобы все наши пациенты могли получить самую лучшую, качественную помощь и быть счастливы. Мы сочиняем музыку, проверяем музыку в Москве, затем ноты посылаем во все, так сказать, города, посылаем здесь дирижеров, которые учат играть эту музыку. И весь этот огромный оркестр играет уже по этим нотам прекрасную музыку без фальши. Продолжение следует... Продолжение следует...